меня всегда поражало я беседовал с некоторыми из ваших коллег что исполнители ролей ну как это принято силовиков ну то есть людей в погонах очень часто вообще не служили даже срочно у вас совершенно другой случай вы служили во всяком случае месяца три в танковых войсках вы до того как перешли в оркестр или куда там ну расскажите как это было но это было это было ужасно ужасно которая часть которая это и до и после всем забирали быстро последний день весеннего призыва вагоны с полупьяными какими-то ребятами учебка и сразу какая-то танковая дивизия какие-то воронеже да вот и сразу у нас под нижний новгород и потом куда-то там подход и беларусь на учения потом оркестр не знаю ни одной ноты я умудрился там как-то оказаться нам набор не хватало людей тоже взяли меня там кое-как с горем пополам я там заслужил потом увольнение об оркестре ты на чем я играл ну вот смотри я играл в расширенном варианте на втором теноре когда весь оркестр по прощание славянки татата пример это просто папа-папапа а папа буря и а когда нас возили ну как возили мы ездили каждый день на похороны потому что военный оркестр очень раньше я не знаю как много военных умирает ну старых выков ветеранов даже расслуж keinen тоerv oral и бесплатно было раньше и нас вот мы каждый день ездили на похороны. В 12 часов у нас тело. Я играл на тарелках. Самый ключевой момент. Поэтому опыт большой. А было музыкальное образование? Никакого. То есть это в армии? Шоу-бизнес фактически. В принципе, зашел через туалет, если честно. Потому что ночью надо было как-то оправдывать доверие. И не хотелось уходить опять рыть траншеи. Я по ночам сидел в туалете. И на этом теноре что-то там выдувал. И однажды открылся срочник дверь. И помню, он мне говорит, что ты мучаешься? Солдат само все придет. И вот я после этого запомнил эти слова. Юмор хороший. Да, мудрость такая. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.